В сети наткнулся на заявление кандидата в президента Украины по фамилии Бойко, который высказал мысли относительно возврата Донбасса в состав Украины. Мне это сразу напомнило высказывание того же Владимира Громова у меня во время интервью и в его статьях, где он повторил тот же самый тезис, что и Бойко, только у него посыл был диаметрально противоположный. Давайте внимательно прочитаем, что сказал Бойко. Издание ДНР-24СЮ опубликовало статью, которая называется «Оппозиционер Бойко рассказал, каким образом намерен возвращать Донбасс». Оппозиционный кандидат на пост президента Украины Юрий Бойко рассказал в своем видении возвращение Донбасса в состав Украины. По его словам, нужно возвращать Донбасс, когда как рецепта по возвращению Крыма пока нет. Вы не найдете в Украине политика, которая скажет, что Крым – это Россия. Также вы в России не найдете политика, которая скажет, что Крым – это Украина. Прежде всего, надо решить вопрос Донбасса. Рецепта по Крыму сейчас нет, но то, что делает сегодняшняя власть, когда отрезает далее Крым, это движение, чтобы не приблизить к себе Крым, а наоборот, чтобы обрезать его окончательно. Все эти блокады – препятствия водно-электрической и все остальное, рассказал Бойко. Политик считает, что в Донбассе может возникнуть ситуация, как на Горном Карабахе. Я считаю, что Донбасс надо возвращать потому, что если мы не вернем территорию и людей в страну, то у нас будет примерно такая же ситуация, как в Азербайджане. Я часто там бывал, когда работал в правительстве и видел, насколько глубока эта моральная рана. Азербайджан потерял 20% своей территории в Нагорном Карабахе. Эта рана все больше болит с годами, не заживает, и сегодняшнее поколение уже спрашивает, предыдущее поколение, а что вы сделали, чтобы вернуть территорию? Отметил кандидат в президент. Кроме того, как подчеркнул Бойко, и тут я обращаю внимание на этот момент, для возвращения Донбасса украинским властям нужно изменить отношение к его жителям. При этом он выразил уверенность, что жители ДНР и ЛНР очень ждут соответствующего сигнала от Киева. Надо возвращать так, чтобы люди на Донбассе понимали, что они являются полноценными гражданами Украины, перестать их преследовать и шельмовать, потому что сегодня по закону о реинтеграции, который был принят парламентом, даже тот, кто работает учителем или врачом, может попасть под уголовную ответственность. Что он, пособник сепаратистов? Поэтому это надо менять, потому что люди, которые стали заложниками ситуации, в этой ситуации не виноваты в основном, и они требуют четкого сигнала, что они граждане Украины, и их наша страна ждет, констатировал Бойко. А теперь давайте посмотрим, как это высказал Громов. Так повелось, что политик, говорящий о целостной Украине, не будет популярен на Донбассе. А политик, который говорит о восстановлении дружественных отношений с Россией, не получит поддержки на Украине. Но именно это и есть те две ключевые составляющие, которые в будущем могут помочь легализовать статус Донбасса и спасти Украину, потому что и самой России судьба Украины далеко не безразлична. Я знаю точно, что ни русскому народу, ни руководству России у своих границ не нужна страна с нестабильной политической ситуацией и умирающей экономикой, заявляет Громов. На самом деле, если по логике и по совести разбирать, как возвращать Донбасс в Украину, или Украину в Донбасс, или завершать государственный переворот, то надо понимать, кто такой Бойко. Бойко – это министр правительства времена Януковича. Бойко – это типичный представитель партии регионов, той самой, которая повинна в том, что страна из процветающей превратилась в развалину. И он представитель как раз тех кланов, которые пожертвовали людьми на Донбассе, довели их до состояния гражданской войны, чтобы спасти свои активы. И вот сегодня он поднимает разговор о том, что, ой, люди, надо изменить к ним отношения. Вам не изменить отношения надо к людям, вам надо предъявить бабки, вам надо показать смету на то, как вы за свои деньги будете восстанавливать Донбасс. И вам надо не отношения к людям поменять, а вам надо сделать так, чтобы Донбасс участвовал в управлении Украины. Потому что если вы этого не сделаете, то рано или поздно Донбасс будет участвовать в управлении Украины. Но будете ли вы в этой будущей Украине? Ой, какой большой вопрос. Я понимаю, что Бойко не может сказать в таком контексте, находясь внутри Украины, и будучи техническим кандидатом от Порошенко. Но нам-то с вами называть вещи своими именами вот уж точно надо. Для того, чтобы поднимать разговор популистский, для того, чтобы замеряться с кем-то, нужно прежде всего рассказать, а как вы будете заканчивать войну. Нужно рассказать, а как вы приструните невменяемых националистов, которые устраивают беспредел не только на Донбассе, а террор идет по всей территории Украины. Вам нужно показать деньги, которые вы раскошелитесь, и начнете восстанавливать страну, хотя бы до состояния 2013 года. Хотя до состояния 2013 года вам надо работать и работать. Но вы же работать не хотите. Вы хотите всего лишь навсего изменить отношение к людям, которых бомбили из-за вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...